Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Общее дело». И с вами ее ведущие Василий Богданов и Наталья Борщевская. Приветствую! Сегодня у нас в гостях Наталья Евтихиева, генеральный директор Ассоциации Бизнес-Образования, Российской Ассоциации Бизнес-Образования, и декан Международной Школы Бизнеса Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации. Приветствуем, Наталья! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим про то, что происходит в российском бизнес-образовании, судя по всему, да? Это потом, да? Да, но это потом. Плохой мы на потом оставим. А вначале, ну, как всегда, несколько слов про саму ассоциацию, вот очень коротко. Российская Ассоциация Бизнес-Образования была создана в 90-м году. Уже слово «бизнес» в 90-м году фигурировало, да? Конечно. В образовательных программах. Нет, вы знаете, если говорить сразу про бизнес, то сначала она была организована как Ассоциация Школы Международного Бизнеса, потом она трансформировалась в Российскую Ассоциацию Школы Бизнеса, и только в 95-м году мы реорганизовались в Российскую Ассоциацию Бизнес-Образования. Но на самом деле это единая организация, которая была создана в 90-м году, и поэтому мы так и называем, что даты основания рабо нынешнего мы считаем 90-й год. А если говорить еще за эти немножечко пораньше в историю, то она была создана первыми бизнес-школами, которые были созданы в свою очередь по указам председателя... Совнаркома. Совнаркома. Правильно. В 88-м году были созданы две первые коммерческие школы, и уже на базе их стало развиваться бизнес-образование в нашей стране, и в 90-м году уже те школы бизнеса, которые к этому моменту уже существовали, они создали Российскую Ассоциацию Бизнеса. А сегодня кто в нее входит? Вы знаете, сегодня наша ассоциация объединяет практически все ведущие университеты, школы бизнеса, ведь есть школы бизнеса университетского плана, которые являются структурными подразделениями крупных файлов. А есть самостоятельные, независимые, частные школы бизнеса. Но мы считаем, что на сегодня мы объединяем практически весь свет бизнес-образования в стране, от Калининграда до Владивостока. Плюс в нашу ассоциацию входят и зарубежные школы бизнеса, и... Зарубежные, это как неужели дальние зарубежные, это бывшие все-таки... И дальние тоже, и дальние тоже, да, конечно. И есть, мы не можем гордиться тем, что у нас их много, но те, которые интересуются сотрудничеством с Россией в области бизнес-образования, они с удовольствием входят в нашу ассоциацию. Также наши коллеги из, естественно, стран СНГ, русскоязычная зона, о которой мы гордимся до сих пор, которые хотят с нами сотрудничать, развивать отношения с Россией. Понятно. Да, Россия в проработке. А у вас как, например, МГУ, у вас ходят в ассоциацию? У вас идет как МГУ или как входят там, например, экономические факультеты? У нас входит экономические факультеты МГУ. То есть не МГУ как... Нет, МГУ в целом состав не входит, но есть разные вузы, например, у нас выше школы экономики входят как выше школы экономики. Ну понятно, потому что там нет, ну, естественно. Почему? Там есть структура бизнес-образования. Нет, ну там, по крайней мере, это профильные все будут подразделения. А в МГУ, например, есть какой-нибудь... Вот здесь я с вами могу... Смотрите, высшая школа экономики входит как высшая школа экономики. А, например, ранг ЭГС входит всеми структурами подразделения... Это Академия Народного Хозяйства. Да, Академия Народного Хозяйства и Государственная служба при президенте. Нет, это не Плешка. Нет, не-нет, Плешка это экономическая. Академия Народного Хозяйства. Которые в кристалле в зеленом там рядом, рядом с кристаллом. Все, вы путаете. Кристалл стоит отдельно, Академия стоит... Да, 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 оно все как кристалл вообще. Все, давай, давай, ну все, да. Ну все, да, и вот там есть ряд подразделений в Академии Народного Хозяйства, и каждое подразделение структурное входит в нашу ассоциацию самостоятельно. А у вас ченские взносы? У нас есть ченские взносы. А, то есть, поэтому нам это больше удобнее, когда гораздо выгоднее. Конечно, вот это подразделение чем-нибудь. Безусловно, это, так сказать, стратегия. Смотрите, можно теперь тогда к смыслу ее существования, этой ассоциации? Вот в чем ваша цель? Лоббировать какие-то законы, какие-то нормативы, там что? Сегодня, например, что вы делаете? Я могу сказать ту ситуацию, которая сегодня происходит, потому что она сейчас наиболее актуальна. Но прежде чем говорить о ситуации, которая происходит сегодня, я, конечно, не могу не сказать о том, что было сделано важного. За те годы, которые мы уже работаем и активно действуем, на самом деле по инициативе нашей ассоциации РАБО в 1997 году был разработан российский стандарт программы МБИ, который впоследствии уже в 1999 году, в 2000 году, был одобрен Министерством образования и после этого были введены государственные стандарты и активно на территории Российской Федерации пошла выдача государственных дипломов. То есть фальша задача структуризации бизнес-образования? Наша задача – оценка качества и удержание ее на определенном уровне. А вы считаете, что у нас особо, если уж мы отвлеклись право в МБИ, мне интересна тема, насколько это было нужно, российский стандарт МБИ? Потому что, насколько я понимаю, он сильно отличается. Интересно то, что в мире вообще государственных дипломов МБИ не существует практически в мире. Мы, как обычно, пошли нашим новым, великим, новым русским путем. Мы сделали государственный стандарт МБИ и выдавали государственные дипломы. Вы знаете, что интересно, что спустя 12 лет, когда теперь этот стандарт отменили, государственных дипломов с прошлого года, с 11-го, прошу прощения, года выступил закон, и сейчас в сентябре вступает закон, он не будет государственных дипломов уже нигде и ни у кого. Вот мы провели такой опрос в прошлом году в нашей ассоциации, насколько нужен государственный диплом российской программе МБИ. И вы знаете, что спустя вот такое время, после 12 лет его реализации, выяснилось, что наше мнение разделилось пополам. Ровно 50% считает, что государственный диплом был хорош и был бы хорош дальше, и ровно 50% сошлись на том, что не нужен российскому бизнес-образованию государственный диплом, так как живет весь мир. Абсолютно, потому что там как раз смысл в том, что каждая школа, каждый университет дает какую-то свою программу, которая может кардинально отличаться от другой. Вы знаете, они отличаются, конечно, но есть все равно некие общие стандарты, и эти стандарты, эти требования, критерии, они диктуются не государством, они диктуются в мире профессиональными общественными ассоциациями. Этих ассоциаций на сегодняшний день в мире несколько, но существует три ведущие ассоциации. Это американская ассоциация AACSB, это Европейский фонд развития менеджмента и FMD, и это ассоциация AMBA, Великобритания, ассоциация программы BATO, Association of BA Programs. Вот эти три ассоциации, AMBA, FMD и AACSB, объединяются в так называемый Triple Crown, тройную корону. И вот эту тройную корону на сегодняшний день из почти 10 тысяч школ бизнеса в мире имеют 48 школ. Ничего себе. Да, до 50. Представляете, насколько это... Это ведущие школы все, да? Это мировые школы бизнеса. И на самом деле получить такую тройную корону считается большим престижем. И, конечно, бизнес-школы мировые стремятся к тому, чтобы это сделать. А как видите, по количеству это не совсем просто. В России на сегодняшний день 12 школ бизнеса, программ школ бизнеса, не школа бизнеса, а программ школ бизнеса, имеют аккредитацию AMBA, 5 имеют аккредитацию EPS, который является членом аккредитационной процедуры ФМД в европейской. И ни одна школа бизнеса на сегодня не имеет аккредитацию AACSB американскую. Там слишком высокие. По разным составляющим, включая международные. И первая школа бизнеса в прошлом году, это высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского университета, получила аккредитацию EPS. Это институциональная аккредитация. Не программная, про которую до этого говорили, а институциональная аккредитация. Они до этого имели AMBA, и сейчас они получили EPS. У вас, скорее всего, это единственная школа, которая... Смотрите, да. Давайте мы по-другому спросим. Правильно я понимаю, что вся эта деятельность и самих школ, и ассоциаций направлена по большому счету на одно. Поднять свой статус, раскрутить престиж, получить больше слушателей, поднять свои цены, ну и вести свой бизнес там. Да, более высокая. Ну, а как иначе? Конечно, в первую очередь, любая школа стремится к тому, чтобы поддержать свой бренд. И раскрутить бренд, создать бренд, поддержать бренд и так далее. В том числе путем повышения качества продукта. Нет, там смысл в том, что куда дальше строятся твои выпускники после окончания MBA. Вот я как раз к этому хотел подвести. Ведь смысл же не в том, чтобы иметь вот эти вот... Правильно говорите? Но диплом же смысл не в том, что он государственный, или не государственный, признанный, не признанный. Глоб MBA вообще не играет никакой роли при приеме на работу. То есть это уровень человека повышается. Смотрите, конечно, любая школа стремится к тому, чтобы были какие-то показатели, которые говорят о том, что да, эта школа хорошая. Этими показателями являются, ну, конечно, признание национального бизнеса. Конечно, то, что к вам в школу идут, в первую очередь, по сарафанному радио, потому что верят, выпускники верят в хорошее образование этой школы и рекомендуют эту школу своим коллегам. Конечно, есть бренды, уже раскрученные в нашей стране, в которые верит бизнес. И, естественно, в том числе эти аккредитации, они являются такой еще, знаете, как вот соломкой, которая ложится под ваш бренд. Но мы с вами говорим сейчас, мы с вами сидим в каком году? В 2013. Период мощного развития глобализации во всем мире. Мы присоединились к ВТО. И нам надо понимать, что нам надо выдавать такой продукт, который будет востребован не только внутри нашей страны, но и будет потребляем нашими зарубежными партнерами, зарубежными коллегами. Поэтому, если наши программы признаются этими ассоциациями, о которых я договорила до этого, значит, наши выпускники, в том числе, они получаются более свободные на рынке, более свободные на рынке труда в странах Европы. И, наверное, будем надеяться в том числе и в России. А вы верите, что у человека, у которого есть приставка МБИ, он более конкурентоспособен? Именно с точки зрения резюме формальной, то есть CV? Вы знаете, я сама заканчивала МБИ. И могу сказать, что, конечно, это сильно, конечно, мозги перекраивает, перестраивает. Это дает абсолютно другое видение. Вы развиваетесь в разных направлениях. Это интересно. Все зависит от того, какая у вас стратегия самого по жизни. И меня всегда спрашивают, зачем получаете образование за рубежом? Какая разница между дипломом, например, полученным за рубежом и дипломом, полученным здесь? Моя позиция такая. Это зависит от того, где вы дальше собираетесь жить. Если вы собираетесь двигаться на топовые позиции в зарубежных компаниях, то, конечно, вам диплом МБИ необходим. И более того, я всегда рекомендую получать его там, в той стране, где вы собираетесь дальше работать. Если вы продолжаете работать в России, диплом МБИ вам нужен, даже не диплом МБИ, давайте забудем об этом диплом МБИ, в конце концов, образование, образование по программам МБИ, вам нужно для того, чтобы понять, вы хотите развиваться дальше, наверх, вы хотите развиваться по горизонтали, вы хотите поменять полностью свой бизнес, или вы хотите, например, свои профессиональные качества неким образом трансформировать еще в управленческие, понимаете, в ваши управленческие, так сказать, навыки. Программы, ну, представьте себе, вы заканчиваете, там, вы врач, и вы стоматолог, да, вы хороший стоматолог, вы хороший врач. Вы хотите клинику стоматологическую. И вам, вы до этого только делали, что ковыряли дырки там в зубах, да, а теперь вы хотите что? Управлять коллективом, управлять финансами, управлять коллективом, понимать, как вам свою клинику, как сделать так, чтобы не платить налоги, как вам свою клинику поддерживать, правильно, как привлекать клиентов в эту клинику. Как, да, что там с HR-ом, с PR-ом и так далее. Конечно, конечно. Я понимаю, что вы, как хороший стоматолог, вы можете набрать хорошую команду управленцев. Но для того, чтобы понимать, насколько ваши управленцы соответствуют стратегии вашей, в первую очередь, вам хорошо бы с вами. Ну, смотрите, Наталья, давайте вы нас не надо агитировать, да, за MBA, за образование. Да, у меня тоже есть. Вот. Я действительно с вами соглашусь, тут дело не в корочке, не в дипломе, не в статусе диплома. Я как раз и хотела услышать, что, мне кажется, корочка вообще не играет никакой роли. Вот это именно внутрь. Поэтому какой диплом, государственный или государственный, это не важно, не принципиально. Знаете, коллеги, на самом деле, ментальность советского человека, которая до сих пор еще присутствует, она уходит вместе с государственным дипломом. Но пока мы 12 лет его выдавали, вы понимаете, к нам проходили и спрашивали, а вы даете государственный диплом или не вы даете государственный диплом? Поэтому это было важно. Хорошо. Сейчас, когда его перестанут выдавать повсеместно, на первую позицию будут выходить не дипломы, а бренды организационного. Мне кажется, что это было больше для людей, которые думали, что если у них будет государственный диплом, убей их, скорее возьмут на какую-то работу. То есть это явно был уровень не мега-топов. Друзья, сейчас остановимся и продолжим этот разговор после небольшой паузы. Дорогие друзья, реклама. Читайте в журнале Маркетинг Менеджмент. Как маленькому магазину стать крупной торговой сетью? Как случайного клиента превратить в постоянного? И как создать эффективную рекламу с минимальными затратами? И еще 128 лучших идей для вашего бизнеса. Закажи свежий номер журнала на сайте marketingfirmagazine.ru И повышай продажи. Проблемы с бухгалтерией? МБК. Мир бухгалтерских консультаций. Ведем учет. Сдаем отчет. Телефон 495-646-87-65 мир-бк.ру Дорогие друзья, снова здравствуйте. Продолжаем программу «Общее дело». В студии ведущие Василий Богданов и Наталья Борщевская. Напомню, что в гостях у нас Наталья Евтихиева, генеральный директор Российской ассоциации бизнес-образования и декан Международной школы бизнеса финансового университета при правительстве РФ. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы ушли от темы, как обычно, заболтавшие. Чем сегодня занимается ассоциация? Что сейчас на повестке? Вы должны уйти от госдипломов и дать что-то новое. Ушли от госдипломов уже. Вы знаете, не мы должны уйти. Нас, естественно... Уже ушли, подождите. Все, закончили. Тема закрыта с госдипломом. Тема с госдипломом МБИ закрыта. Была с 1 января 2011 года. Сейчас трансформационный период прошел, потому что продолжались некие аккредитации и лицензии у организаций, которые выдавали. С 1 сентября, с момента вступления в действие нового закона об образовании, с 1 сентября 2013 года, не будет госдипломов нигде ни у кого. Естественно, для того, чтобы сдержать поток некачественных программ, которые никто не будет... Вот был госдиплом, понимаете? Для того, чтобы выдавать госдиплом, организация должна была пройти лицензию, получить аккредитацию, получить право на введение этой программы, неким образом доказать, что она... Сейчас, про высшее образование только говорили. Подождите, правильно я понимаю, что теперь вот этого все не нужно, и любая компания может взять, открыть бизнес-школу и пожалуйста? Ну, до этого тоже любая компания могла открыть бизнес-школу, получить лицензию, пройти аккредитацию, выдавать, если она хотела выдавать государственный диплом. Ну, коллеги, не забывайте, что можно было выдавать и негосударственный диплом. Это было все это... Ну, раньше госдиплом был типа якобы преимущество, а теперь... Конечно, раньше госдиплом был хорошей корочкой, которой требовалось. Но параллельно с госдипломом выдавались и негосдипломы. Это было все эти годы. Но, неким образом... Которые никак не контролировались. Ну, практически нет. Сейчас мы, как ассоциация, которой все-таки на себе несем ответственность и за разработку госстандарта для госдиплома, и за его на протяжении 12 лет отслеживание, да, мы инициировали в прошлом году, в январе 2012 года. Рабо выступил инициатором создания консорциума по развитию делового образования в России, и мы пригласили к себе в компанию ведущие ассоциации, в том числе ассоциации работодателей, и мы создали этот консорциум в шестером. То есть это Рабо, это Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общественное объединение «Деловая Россия», Ассоциация российских банков и Ассоциация менеджеров. Шесть организаций, впервые Организация работодателей и Ассоциация бизнес-образования объединились для того, чтобы создать некий, разработать некий критерий оценки программ дополнительного профессионального образования, программ для бизнеса. Мы разработали документы, мы разработали некие процедуры, и в прошлом году, в сентябре, 12 сентября, мы подписали учредительный договор, так, решение об учреждении Национального аккредитационного совета делового образования. Но аккредитация будет добровольной. Аккредитация будет добровольной для тех организаций, которые ее хотят получить. Но, если сейчас сообщество признает аккредитацию «Нас добро» как аккредитацию качественных программ бизнес-образования, мы считаем, что наша функция в области профессиональной общественной аккредитации программ дополнительного образования будет неким образом. Ну, смотрите, тогда у вас возникает некий конфликт интересов, да? Если вы сами ассоциации, то можете сами... Ну, как бы, у вас члены, они платят вам взносы. Они к вам приходят, приносят на аккредитацию программу, а вы им как, можете не дать что-то? Они же даже Наталья Грина приходит. Коллеги, Российская Ассоциация Бизнеса и Образования никогда сама себя не аккредитовывала, и своих членов тоже. Члены наши платят взносы за участие в сообществе и за получение того продукта в виде информации о мероприятиях. Понятно. Конференции, семинары. А кто аккредитует? Раньше этим занималось государство. После разработки российского стандарта МБИ это все было передано государству. Этим занималось Министерство Образования. А сейчас? Оно выдавало диплом. Сейчас государство из этого вышло, и ради этого, чтобы мы сами себя не аккредитовали, мы создаем вот этот нас ДОБР совместно с шестью, с пятью другими ассоциациями. Поэтому это будет отдельное юрлицо, которое создано, ассоциация РАБУ, и шестью, и пятию другими ассоциациями, которые будут заниматься оценкой качества. Это профессиональная общественная аккредитация. А кто платит за это? Те, кто пойдут на аккредитацию. То есть они при этом должны заплатить, при этом неважно, получают или не получают. Вы знаете, аккредитация состоит из неких этапов. Система аккредитации, которую мы сейчас предлагаем, она разработана на базе аккредитационных требований ассоциации АМБА. И мы получили на это разрешение руководства АМБА. Мы взяли их. Британская. Британская. Да. Она наиболее под нас адаптирована, нам проще пройти такую аккредитацию. И руководство АМБА разрешило нам использовать их критерии. И мы, собственно, переделали их, адаптировали под нашу российскую действительность. И процесс этой аккредитации предусматривает несколько этапов. В том числе и первичная подача на аккредитацию. Вы можете подать, заплатить очень небольшую сумму, прислать свои, так сказать, программы. И до того, как к вам выезжают эксперты, на место принимается решение о том, готовы ли вы пройти аккредитацию или нет. И вот после этого первого куска может быть принято решение. Такой первичный осмотр, который говорит о том, что есть способ продолжать дальше. Может быть принято решение. Пойдете вы, сможете вы пройти. А как сейчас? Да-да-да, что-что. Конечно. А дальше к вам выезжает. А дальше как раз самая большая проблема. К вам выезжает экспертная группа, в которую входит обязательно представитель делового сообщества, обязательно эксперт Наздобр. У нас сейчас закончилась учеба экспертов Наздобра. Мы провели целую учебу и тестирование их. Обязательно выезжает эксперт. Представитель местного бизнеса. Они проверяют вас на соответствие этим критериям. Хорошо. Допустим, получила организация аккредитацию. Что дальше? То есть она должна потом через какое-то время подтвердить свой статус? Раз в пять лет проходит. Ну, потому что набрали звездный состав, аккредитовались, потом всех дорогих преподавателей отправили. Конечно. Все что угодно может быть. Безусловно. А учитывается как качество или дальнейшее трудоустройство выпускников этой организации? Вы знаете, да. В новых критериях мы стараемся отслеживать. Хотя это очень трудно. У нас, к сожалению, в нашей стране много информации до сих пор является скрытой. Не всю информацию можно... О доходах, например. То есть наши выпускники с трудом говорят, насколько там изменились доходы и увеличились. Есть некие критерии, по которым вот трудно получить такую объективную информацию. Но мы будем стараться. Скажите, чтобы заниматься всей этой деятельностью, нужны довольно серьезные средства. А сколько у вас освобожденных работников? Сколько членов? Какова сумма взноса? На сегодня у нас 132 члена в ассоциации. Это только... Юридические лица. Да, у нас нет частных лиц. У нас нет частных лиц. У нас есть юридические лица, либо структурные подразделения юридического лица. Как я уже сказала, РАГС, который представлен несколькими членами. У нас взнос для члена ассоциации, для организации 50 тысяч рублей. Это в год? В год. Но это не очень много получается. Это получается миллионов 6 рублей в год, за которые нужно содержать 500 тысяч рублей в месяц. Это немного. Тут освобожденный аппарат очень маленький можно содержать. У нас маленький освобожденный аппарат. У нас 4,5 человека, единицы, которые работают на всю эту махину и делают всю эту работу. А еще чем-то рабо зарабатывает? У нас есть ряд мероприятий, которые мы делаем дополнительно. Это конференции, семинары. Они идут уже как отдельные мероприятия, участие в которых стоит отдельных денег. И если организация посылает своих членов, своих сотрудников, то за их участие они платят дополнительный революционный взнос. Это и есть дополнительная статья заработка ассоциации. А вот тогда скажите, уже поскольку не очень много времени остается до завершения программы, я хочу спросить, а куда вообще сейчас движется бизнес-образование с точки зрения современных технологий, что ли? Когда Массачусетский технологический институт выкладывает все свои лекции в интернет, и их может смотреть любой, то есть по сути образование, оно же из двух частей. Лекцию посмотреть и поучаствовать в какой-то групповой движухе, в обсуждении, какие-то кейсы поразбирать. Вот если сегодня я могу получить доступ к любым лекциям любых преподавателей самых лучших в мире, то вот как трансформируются... Вот ваши члены, они отвечают на эти вызовы? Они создают какие-то свои мультимедийные программы, создают ли какие-то отдельные курсы? Или вот по-прежнему по старинке... Вы знаете, Россия коллективная страна. По шкале коллективизма и индивидуализма, она все-таки находится ближе к коллективизму до сих пор. Хотя, конечно, есть тренд движения в сторону индивидуализма. И до сих пор нашему человеку, если что-то дай, вот пойди на Массачуссовский сайт, почитай и скажи, что там есть. Вы знаете, не пойдет он. Поэтому, когда к нам приезжают гуру, все с удовольствием идут их послушать. Потому что нам надо прямое общение. И то, что выкладывает Массачусс... Поговорить. Да, а поговорить, а послушать, а себя показать. Поэтому дело в том, что я могу констатировать то, что человек наш учиться, самоучиться, самообразовываться еще не сильно научился. Ему надо обязательно, чтобы был некий транслятор, который ему все это... Сложат экзамены, зачем-то. Да, да, да. Поэтому пока мы на этой шкале не уйдем далеко в сторону индивидуализма, мы все время будем требовать неких... А вы считаете, что тренд по-прежнему к индивидуализму сейчас? Ну, вообще тренд России, безусловно, в сторону англосаксонской модели есть. И он существует. Никуда мы от этого не денемся. Мы движемся в сторону. Я еще раз говорю, мы присоединились к ВТО. У нас переглобализация, мы общаемся много с представителями разных культур. Но с Китаем-то мы сейчас больше дружи. Да, Китай очень коллективная страна. А уж там уж никак он не индивидуализмский. Там коллективная страна. Да, поэтому я думаю, что на какое-то время, на ближайшее время, коллеги, конечно, и программа МБИ, и общение в аудитории, и общение между коллегами в этой аудитории все равно будет сохраняться. И человек наш все равно будет стремиться к тому, чтобы попасть, учиться именно в хорошую школу бизнеса. Для него важны и программы, и преподаватели, и кросс-переда, нетворкинг, который они получают здесь. И еще я хочу сказать, что тенденция, о которой сейчас говорят в мире очень активно, life-learn learning, тройное L, она будет двигаться все больше и больше. И непрерывное всегда, всю жизнь человек что-то такое должно образовываться. Слишком сильно и быстро меняется весь тренд в мире. Человек, который хочет оставаться на плаву, должен быстро понимать, что происходит, и соответствовать этим изменениям. А получить их просто так самому невозможно. Человек не в состоянии обработать всю информацию, поэтому он будет идти и получать ее дополнительно где-то. А вот скажите, пожалуйста, вот в основном по кейсам русским учатся, российским или нет? Вот школа MBA, которая вот там... Или это все-таки западные кейсы? Вы знаете, сейчас огромное количество российских кейсов. Возьмите Гарвард бизнес-ревью. Гарвард бизнес-ревью, и посмотрите, чуть ли не в каждом выпуске идет хороший кейс. Идет затравка, идет постановка вопроса. И после этого идет комментарий экспертов, коими являются российские же бизнесмены. И они комментируют их с точки зрения нашей российской ментальности. Как бы поступили, или что нужно сделать, или как надо выправить ситуацию. Очень интересно. По этим кейсам... Я, например, как преподаватель, я очень много использую кейсов именно российского бизнеса. И беру их... Вот у меня много источников. За основу, да? Да, беру их за основу, да. Как вы думаете, а сколько приблизительно сейчас у нас есть выпускников MBA, получивших российские дипломы? С момента выдачи государственного диплома, государственного диплома, около 50 тысяч. А вот в год сколько человек поступает? 6-7 тысяч. А как вы думаете, это достаточно для России? Или, конечно, еще есть потенциал? Например, сравнивая с Западом, насколько у нас есть необходимость? Вы знаете, сколько работаю в бизнес-образовании, столько и слышу, что в России не хватает качественных управленцев. Поэтому нужно больше, лучше, хороших и сильных. Но еще раз повторяю, диплом сам по себе. То есть запросы рынка гораздо больше. Друзья, на этом надо нам завершить программу. И вам осталось только что-то пожелать нашим телезрителям. Я хочу пожелать нашим телезрителям обязательно развиваться, обязательно учиться, обязательно учиться каждодневно. И это большой труд. Прикладывайте усилия к собственному развитию. Желаю вам успеха. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Общее дело». В гостях у нас была Наталья Евтихиева, а вели программу Василий Богданов и Наталья Борщевская. Всего доброго. До свидания. До свидания.